Ас-саляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатух, дорогие братья и сёстры! Я рад вас приветствовать в очередном выпуске программы «Наследие пророков». И сегодня Аллах облегчил нам, что мы ещё раз приехали к шейху Абдуллаху Аль-Гунайману, Хафизлаху Аллаху, и хотим уточнить у шейха вопросы, которые, как вы знаете, после последней снятой нами передачи возникли некоторые вопросы, и поэтому мы хотим более подробно разобрать их всех и узнать позицию шейха в этих вопросах. Хайякум Аллахи, шейх! Ла, хайякум салям! Дорогие зрители, ваша активность на канале поможет другим увидеть наше видео. Пишите ваши комментарии, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, жмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео, и пусть вам это запишется как награда за благое дело. Амин. Амин. Да будет Аллах благосклонен к вам, о шейх. Если вы позволите, то мы бы хотели посвятить сегодняшнюю передачу вопросам такфира, так как в последнее время участились разговоры на эту тему. И мы хотели бы, чтобы вы разъяснили позицию Ахли Сунна Валь-Жама'а в этих вопросах. Важно отметить, шейх, что частое обсуждение нами этих вопросов не связано с желанием выносить людям такфир и так далее. Однако, как сказал Хузейфа ибн Аль-Яман, да будет доволен им Аллах, люди спрашивали пророка, да благословит его Аллах и приветствует, о благе. Что же касается меня, то я спрашивал его о зле, боясь того, что оно постигнет меня. И мы также, шейх, изучаем эти вопросы, чтобы не совершать ошибки, будь то чрезмерность или наоборот, излишняя мягкость. Хвала Аллаху Господу миров, мир и благословение его рабу и посланнику Мухаммаду, его семье, его сподвижникам и всем, кто последовал за ними в благом досудном дня. Вопрос такфира является одним из самых опасных вопросов. И нельзя углубляться в него никому, кроме ученых, разбирающихся в доводах Корана и сунны пророка, да благословит его Аллах и приветствует. Ведь в хадисе пришло, что пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал, «Тот, кто вынес такфир человеку, в то время как он был мусульманином, то этот такфир вернется к нему самому». То есть он сам станет кафиром, согласно тексту данного хадиса. Таким образом, этот вопрос является очень опасным. Также следует отметить, что к такфиру прибегают лишь при крайней необходимости. И запрещено выносить такфир мусульманину. Когда человек заходит в ислам, то вывести его из него может только нарушение того, посредством чего он вошел в него. То есть нарушение основ религии, которые пришли в Коране и сунне. «Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал, «Кто засвидетельствовал, что нет божества достойного поклонения, кроме Аллаха, и что Мухаммад, его посланник, совершал намаз, выплачивал закат, держал пост в месяц Рамадан и совершил хадж в Мекку, то он является муслимом. Ему положено то, что положено мусульманам, и на нем лежат те же обязанности, которые лежат на других мусульманах. И запрещено выносить такфир мусульманину, пока он не оставит что-либо из основ религии». Вопрос такфира очень важен. Запрещается погружаться в него начинающим студентам, которые не разбираются в мотивах шариатских постановлений и в доказательствах. Что же касается выражения, «Кто не выносит такфир неверующему, тот сам является неверующим», то имеется в виду те, кому вынесли такфир Аллах и его посланник, да благословит его Аллах и приветствует, те, чьё неверие является явным, как, например, иудеи и христиане, которых сам Аллах назвал неверующими, свят он и велик. Если человек после этого не будет выносить им такфир, то он как будто бы считает ложью книгу Всевышнего Аллаха. Что же касается того случая, когда кто-либо выносит другому такфир, то запрещается другим следовать за ним в этом, кроме как если этот вопрос не будет явным и понятным. Также следует отметить, что если человек, обвиняющий другого в куфре, ошибся в своем ичтихаде, то ему за это полагается одна награда за его ичтихад. Это если он был из числа людей, которым дозволяется делать ичтихад. Его ошибка будет прощена. Однако нельзя за ним следовать в этом. Нельзя следовать за ним в его ошибке. В то же время, если он был действительно из числа ученых, от которых берутся знания, то из-за совершенной им ошибки нельзя полностью оставлять его и не приобретать у него знания. Это потому, что не ошибающихся людей не бывает. И если бы оставляли всех, кто ошибается, то не осталось бы у нас того, у кого можно было бы приобретать знания. Редко бывает такое, чтобы кто-либо из больших ученых не ошибался. Вопрос токфира связан с действиями людей. А как известно, действия людей различаются. Среди них есть такие, кто совершает те или иные действия, будучи незнающим. И поэтому необходимо, чтобы ему сначала разъяснили, перед тем, как вынести хукам. И если предположить, что какой-либо ученый вынес токфир другому на основании своего ичтихада, а затем выяснилось, что его токфир был ошибкой, то в этом случае говорится, что данный вопрос относится к вопросам ичтихада. И поэтому нельзя из-за этого отворачиваться от этого человека и оставлять его полностью. Как бы там ни было, мы говорим, что не разрешается влезать в вопросы токфира студентам, которые находятся в самом начале пути требования знаний, и которые не знают мотивов шариатских хукмов, не знают доводов. И также следует отметить, что нельзя прибегать к токфиру без крайней необходимости. И если кто-то совершил деяние, которое выводит из религии, необходимо, чтобы ему указали и разъяснили, что это является куфром. Следует привести ему доводы. И если у него есть какие-либо сомнения, то необходимо, чтобы они были развеяны. И если после всего этого он останется на своем, то в этом случае выводится соответствующее постановление. Также, например, если человек вынесет токфир кому-либо, а другой станет ему противоречить в этом, говоря, что он не считает его кяфиром, нельзя, чтобы это разногласие становилось причиной раздора между братьями. Каждый имеет право на ичтихад. И шайтан радуется, когда в подобных вопросах ему удается поселить вражду и неприязнь между братьями, чтобы их усилия были напрасными. Все это является запретным. Ведь Всевышний Аллах сказал, помогайте друг другу в благочестии и богобоязненности, и не помогайте в посягательстве и греховном. Что касается вопроса, когда человек совершает ширк, то в этом случае его деяния относятся к нему, так как он является совершившим это действие. Человеку приписывается его деяние, и он описывается им. Таким образом, если кто-либо совершит ширк, как, например, совершит таваф вокруг могилы, или же попросит помощи у мертвого, то он будет являться мучриком. Если он не знал, то ему следует довести. Не выносится хукм о том, что он является мучриком сразу после того, как он совершил ширк, будучи невежественным. Он называется мучриком, однако не выносится шариатское постановление. Ведь описание бывает согласно совершенному действию, действию, которое совершил человек. Что же касается остального, то это мы оставляем Аллаху. Нам остается лишь разъяснить хукм совершающему действие. Если мы это сделаем и развеем его сомнения, то в этом случае выносится постановление, которое он заслуживает. А Аллах знает об этом лучше. О, шейх! Как-то вы упоминали, что нельзя получать знания у того, кто говорит, что просьба у мертвого совершать дуа не Аллаху, не является большим ширком. И некоторые поняли, что это относится к таким большим ученым, как шейх Ибн Усеймин, да помилует его Аллах. Шейх Абдуррахман Аль-Баррак, шейх Бакр Абузейд, да помилует его Аллах, и другие, которые придерживались данного мнения. Умоляет ли это теперь их достоинство, о шейх, и разрешается ли порицать их за это? На самом деле это мнение также относится к шейху Исламу Ибн Таймии. В своей книге Ат-Тавасуль валь-Василя, он да помилует его Аллах, сказал, кто попросит шафа'а, заступничество у мертвого, у его могилы, то это действие является порицаемым нововведением, по единогласному мнению мусульман, и не является ширком. Очевидно, что эти слова не являются словами шейху Ислама, а приписаны ему, так как в этой же книге, в другом месте, он ясно сказал, что кто попросит шафа'а у мертвого, тот является мучриком, и что это является большим ширком. Эти слова приходят в той же книге, что и первые. И поэтому мы говорим, эти слова в действительности неправильно относить к шейху Исламу. Что же касается ученых, которые придерживаются этого мнения, то они последовали в этом за Ибн Таймии, за его словами, о которых мы говорили. Эти ученые доверяют шейху Исламу и знают, что он разговаривает на основании знания, и в этом нет сомнений. Поэтому они последовали за ним в этом. Однако, если человек ошибся, или же если он последовал за тем, кто ошибся, то из-за этого нельзя его полностью оставлять и не получать у него знания. Нельзя говорить, что он не ученый и тем более выносить ему такфир. Подобное может говорить только Джахиль. Что же касается слов, что не берется от них знания, то имеется в виду те, начинающие требовать знания, которые спешат с такфиром, спешат вынести те или иные хукмы, в то время как они нуждаются в подробном разбирательстве и нуждаются в изучении доводов. Я их имел в виду, когда говорил, что нельзя брать от них знания. и я не разрешаю никому приписывать мне то, что я не говорил. Необходимо, чтобы слова были ясными и понятными, и чтобы слова были подкреплены доказательствами. Нельзя, чтобы человеку приписывали слова, которые он не говорил. Говорить, кто сделает такой-то поступок, кто-то является кафиром или от него не берутся знания, я имел в виду студентов, которые спешат с вынесением различных хукмов, в то время как они в самом начале пути требования знаний. Их я имел в виду, когда говорил, что от них не берутся знания. О, шейх, как вы сказали, некоторые ученые посчитали, что шейх Алислам Ибн Таймия был на мнении, что этот вид дуа не является большим ширком, и последовали этому мнению. Теперь у нас есть студенты, которые придерживаются такого же мнения. Они проучились 10-15 лет и сейчас работают имамами у нас дома, приносят пользу мусульманам, обучают их таухиду. Нет проблем. Они опираются на слова шейх Алислама да помилуют его Аллах. И поэтому им есть оправдание. То есть мы не говорим, что следует их оставить из-за этого? Нет, нельзя их оставлять. Напротив, следует получать пользу от их знаний, и они считаются из-за обладающих знаниями, у которых можно обучаться. Что же касается ошибки, то ее обязательно оставить. Нельзя следовать за ошибкой. Однако если оставлять каждого, кто ошибся, то не останется никого. Ведь не ошибающихся людей не бывает. О, шейх, да будет Аллах благосклонен к вам. Вы упомянули на прошлой передаче, что в вопросе просьбы шаф'ата у пророка да благословит его Аллах и приветствует. Если это будет происходить у его могилы, то в этом есть разногласия. Является ли это большим ширком или нам обведением? Да, однако это разногласие слабое и неприемлемое. Ведь не каждое разногласие бывает приемлемым. Разногласие бывает приемлемым тогда, когда оно основано на доказательствах Корана и Сунны. Особенно, когда дело касается ширка, имана и подобных великих вопросов. Что же касается второстепенных вопросов, то в них все намного проще. Кто придерживается этого ошибочного мнения? Ведь нам не разрешается порочить его из-за этой ошибки. Тот, кто говорит подобное, он делает ичтихад. То есть он пытался найти истину, хоть и ошибся в этом вопросе. Ошибку следует отвергнуть. Вопрос таухейда и вопрос шафа'а являются ясными и понятными. Аллах, Свят Он и Велик, сказал кто станет заступаться перед ним без его дозволения. Также в другом аяте они заступаются только за тех, кем он доволен. Шафа'а будут делать только единобожникам. И невозможно, чтобы положение пророка да благословит его Аллах и приветствует при жизни, когда сподвижники просили у него шафа'а, было подобным его положение после смерти. Есть разница между этими двумя положениями. Никто из сподвижников не подходил к могиле пророка да благословит его Аллах и приветствует, и не говорил «О, пророк, прошу тебя то-то и то-то». Или же «О, пророк, заступись за меня» и тому подобные вещи. Шайтан даже не мечтал о том, чтобы ввергнуть их в подобное. Однако это начали делать поздние поколения, которые ошиблись в этом вопросе. «Баракаллаху фикум, о шейх, теперь остается самый главный вопрос, по причине которого у нас случились разногласия с нашими оппонентами. Вопрос заключается в следующем. Допустим, человек, который живет в стране, которая не является исламской, как Саудея, например, в которой распространен таухид, а живет, например, в какой-нибудь местности в России, а затем совершает широк. Вы упомянули ранее, что даже если такой человек является невежественным, мы называем его мушриком. О, шейх, некоторые люди говорят… Да, потому что он совершил широк и описывается этим. Некоторые люди говорят, мы не называем их мушриками до тех пор, пока не будет доведен до них довод. Они не говорят это от себя, о шейх. Однако они следуют в этом некоторым ученым. Они считают аяты и хадисы и понимают из них, что они указывают на то, что совершивший широк не называется мушриком до тех пор, пока над ним не установится довод. Так, например, некоторые современные ученые, такие как шейх Ибн Афеймин, говорят, действие этого человека широк. Что же касается его самого, то он не мушрик до тех пор, пока не установится над ним довод. Так вот, эти люди последовали в данном вопросе этим ученым и сказали, мы не называем их мушриками. Мы называем их мусульманами до тех пор, пока до них не будет доведен довод. Как мы должны относиться к этим людям у шейх? Являются ли они мусульманами? Это один из тех вопросов, в которых есть разногласия. А в вопросах разногласия не разрешается обвинять другую сторону в заблуждении, не говоря уже о тахфире. Когда разногласие бывает приемлемым, то человеку есть оправдание, но в то же время истина одна. Если, например, человек ошибся в подобном вопросе, то нельзя принимать его ошибку. Однако нам не разрешается порочить его самого из-за этой ошибки. Как было сказано ранее, если мы будем списывать каждого, кто ошибся, то не останется ни одного ученого. Ведь не ошибающихся людей не бывает, кроме посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует. Он единственный, кто не ошибается. Что же касается всех остальных, то никто не защищен от ошибок. Как сказал имам Малик, да помилуйте его Аллах, от каждого принимается и отвергается, кроме посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует. В данном случае, называть его мушриком или называть его муслимом, это относится к вопросам ичтихада. Тот, кому истина стала ясна, следует ей. Тот же, кому она не ясна, то ему есть оправдание в его ичтихаде. Если какой-либо человек противоречит нам в этом вопросе и говорит, я называю его муслимом, в то время как мы называем его мучриком, то из-за этого не следует враждовать и не следует оставлять этого человека. Все это является запретным. Если кто-либо совершает деяние, то он описывается им. Это общепринятое правило. Однако человек может не знать этого. Например, если кто-либо совершает таваф вокруг могилы или же взывает к мертвому, то это деяние человека и мы обязаны описывать его им. Однако мы не выносим хукм о том, что он является мучриком до тех пор, пока не разъясним ему и не развеем его сомнения. Если после всего этого он останется на своем, то в этом случае ему выносится хукм. Что же касается разногласия, когда мы называем совершившего ширк мучриком до установления над ним худжи, а другой называет его муслимом, то это все не заслуживает того, чтобы мы враждовали между собой из-за этого. И говорили это куфры и тому подобные вещи. Шайтан радуется, когда ему удается поселить раздор между братьями. Нельзя допускать, чтобы подобные вопросы становились причиной разногласий. Между учеными и требующими знания всегда были разногласия. И из-за этого не следует бойкотировать друг друга и враждовать. Когда из-за ошибки отворачиваются друг от друга, это радует шайтана. Он любит сеять раздор и разногласия между братьями. А Аллах знает об этом лучше. это не может быть, но не может быть. Разумею, и не притчатся, и не может быть, и не притчатся, и не путешествуют. И не потратят и не притчатся. О, шейх! Да будет Аллах благосклонен к вам! Недавно вы были спрошены о том, входят ли эти люди в пункт, который упомянул шейх Мухаммад ибн Абдул-Вахаб, да помилует его Аллах. И вы сказали, что после того, как им будет доведен довод, они входят в него. Кто входит? О ком речь? Те, которые говорят, мы не называем их мушриками до худжи. Нет-нет, тот, кто называет или не называет, они не входят в этот пункт. Нельзя выносить им такфир. Как я уже говорил ранее, это вопросы чтихада. То, что кто-то называет его мушриком или называет его муслимом, это не причина для раздора. Ведь он совершил и чтихад. И если после этого он называет его муслимом, значит, он просто не понял, что человека описывают тем делом, которое он совершает, и называет его мушриком. Когда я называю его мушриком, то делаю это потому, что он совершает щирк. Как такое возможно, чтобы человек совершал какое-либо действие и при этом не описывался бы им? Такого не бывает, кроме как в том случае, когда у человека есть оправдание. Как, например, пьяный или же тот, с кого спала ответственность, и тому подобные случаи. Что же касается человека, который отвечает за свои действия и у которого есть разум, то когда он совершает что-либо, мы описываем его этим действием. А все остальное оставляем Аллаху и не выносим ему хукм до тех пор, пока ему не будет разъяснено. Например, когда человек молится, как мы его называем? Мы называем его мусаллин, совершающим молитву, так как его действие – это совершение намаза. То же самое можно сказать из-за таваф вокруг могилы или дуа. Когда кто-либо взывает к кому-либо, кроме Аллаха, и привязывается к нему своим сердцем, то это является щирком. О, шейх, если можно, сделайте, пожалуйста, напоследок небольшое напоминание молодым людям, которые погружаются в эти вопросы, в то время как они находятся в самом начале пути требования знаний, и которые заставляют обычных мусульман также углубляться в эти вопросы. Людей, которые толком не знают, как им совершать намаз, они заставляют выносить такфир, оправдывающему поневежеству. Это удивительно, это просто удивительно, и это то, что радует шайтана. Человеку следует усердно требовать знания и не затрагивать подобные вопросы, кроме как, если он будет точно знать хукм Аллаха в них. Иначе он будет спрошен за это перед Аллахом. Ведь наговаривать на Аллаха, приписывая ему те или иные хукмы без знания, является даже более опасным, чем сам ширк. Ведь Всевышний Аллах сказал, скажи, мой Господь запретил совершать мерзкие поступки, как явные, так и скрытые, совершать грехи, бесчинствовать без всякого права, приобщать Аллаху сотоварищей, в пользу чего он не спосылал никакого доказательства. И наговаривать на Аллаха то, чего вы не знаете. Наговор на Аллаха без знаний – это хукм. Ведь если ты, например, скажешь кому-либо «ты мучрик», то это является хукмом, а хукм принадлежит Аллаху. Мы должны следовать тому, что пришло от Аллаха, хукм о человеке, что он является мучриком. Также, когда мы говорим, что у Аллаха есть такие-то сэфаты, или же когда мы говорим хукм Аллаха в отношении такого-то человека такой-то, все эти вопросы очень опасны. Человек должен остановиться в них и не спешить с выводами до тех пор, пока он не будет уверенным на основании доводов, что данный хукм правильный, в противном случае он будет совершать грех, да упасет нас Аллах от этого. Обладающие знаниями даже говорят, что если человек найдет в книге какого-нибудь ученого, что хукм в том или ином вопросе такой-то, не разрешается ему следовать за ним без знания доказательства, на которые опирался ученый. А также того, как именно это доказательство указывает на данный хукм. Что же говорит тогда о нашем случае? Мое наставление требующим знания, чтобы они усердствовали в изучении религии и отстранялись от вопросов, которые сеют раздор между ними. Все это то, к чему стремится шайтан. Он старается занять мусульман тем, в чем нет для них никакой пользы и желает ввести их в заблуждение, ведь это очевидно. И если тебе нравится передача нашего канала и ты хочешь нам помочь или ты просто хочешь принять участие в видео. Пойдя по ссылке в описании под этим видео. Тот, кто сделал добро весом в мельчайшую частицу, увидит его. Субтитры создавал DimaTorzok